всем привет из солнечной греции с вами юля и сегодня я хочу подвести итоги за октябрь месяц октябрь месяц у меня получился очень насыщенным много разных процессов я вышивала но к сожалению не очень результативным всего лишь один финиш у меня получился скорее всего это связано с тем что много процесса в работе и соответственно время нужно распределять на очень-очень много работ и так начнем сразу с финиша финиш это мои пиончики вот дизайн фирмы дименшенс маленький процесс маленький по размерам но был очень сложный и затратный по времени начинала я вышивать по набору фирмы классика дизайн но на начальном этапе поняла что есть ошибки в цветах подборах цветах и мне пришлось делать свой подбор часть ниток здесь оригинальные фирмы дименшенс часть ниточек дмс основу я здесь заменила здесь аида 18 каунта крашеная чаем получилось вот так очень винтажно немножко контрастно потому что основа она с разводами мне кажется удачный тон получился но получилось она винтажно потому что есть разводы в принципе мне очень нравится покажу вам поближе у нас на улице так сказать в нашем дворе какое-то гуляние музыка что-то там происходит закрыты все двери окна очень все громко если слышны и звуки музыка простите я не знаю другого времени я просто не найду снимаю сейчас утром воскресенье обычно с мужем едем куда-то гулять пить кофе обычно едем к окрополю знаете очень важно чтобы был какой-то семейный день и здесь в греции кстати вот так и отвлекаюсь немножко здесь в греции очень очень чтят именно воскресенье когда люди идут в церковь и после церкви идут все гулять семьей пить кофе просто гулять в парках магазины в основном все все закрытые работают только рестораны и кафе супермаркеты любые остальные магазины закрыты это по закону чтобы сохранять день семьи сохраняется день церкви и это очень очень важно я сначала удивлялась ну как воскресенье у кого-то вот это вот выходной нужно по магазинам пройтись да но здесь нет самое главное семья вот все все научились и успевают делать и покупки и организовывать свою жизнь на буднях воскресенье нужно отдыхать поэтому я сейчас быстро снимаю это видео и мы убегаем тоже с мужем куда-нибудь он вернется с охоты мы убегаем наверное как рукой пить кофе просто наслаждаться хорошими теплыми днями и так мои пиончики завершились я этому очень рада вот такой мой финиш октября маленький но все-таки финиш девятая работа этого года дальше что еще у меня вышивалась идем по списку продолжаю работать с моей красавицей невестой миробилией blooming bright мд 18 сложная работа оказалась для меня но знаете по капли по капли все таки я ее потихоньку продвигаю сегодня решила снять со станка развернуть вам показать что у меня уже выше там вот так полностью вся юбка у меня завершена осталось уже чуть-чуть на девушку нужно вышить и знаете хочется немножко высказать смелых планов и предположение что может быть в ноябре уже я бы закончился в ноябре я смогу ее завершить может быть не получится в ноябре но я вот прям буду стараться прям хочется поставить себе в план как-то настроиться и постараться в ноябре завершить мою красотку посмотрите какая огромная юбка да вот я держу сейчас полностью раскрученную основу видите да основа тоненькая тоненькая просвечивается но очень на ней тяжело вышивать это пермин шоколадного цвета 18 каунту соответствует очень тонкие переплетения прям считать особенно вечером сложно сложно вот такая красота у меня уже уже есть шикарная юбка представляете бисер различные украшения вышлица это будет богатая работа конечно сам набор был очень дорогой но я себе так разрешила сделать эту покупку купала два или три года назад и не вот хотелось всего оригинального все что было я там все купила по ключу должна быть конечно очень богата красивая работа но юбка готова ждем невесту так следующий процесс тоже сложный но очень очень интересно очень приятный это мой кастом крафт со в моем дворике мои птички картинку сейчас я не подготовила где-то у меня лежит книжечка схема ну я думаю вы курсе что я пришиваю я уже вам все уши прожужжала мой кастом крафт мои птички в моем дворике да и фотографии уже выкладывала вот этого отшива ну вот сейчас вы можете посмотреть как это смотрится может быть на фотографиях было немножко засвечено может быть немножко пиксельно да но посмотрите на стояние живая шишка елки снег как красиво и я вот все думала куда мне теперь идти вышивать в эту сторону хотела идти вышивать но пришел идти вверх там дошли все такие листы добавочные я думала что они будут идти по низу но они идут по вверх поэтому я переставлю вышивать вверх буду вышивать уже маленькую синенькую птичку с этим наборчиком процессом я участвую в нашем совместном проекте моя зима вот кстати если вы хотите еще принять участие в нашем совместном проекте можно можно присоединиться на любом этапе просто вашу заявку сразу добавляйте в альбом в контакте в соответствующий моя зима либо мои любимые коты 3 фотографию дизайна картинку дизайна и в комментариях под этой картинкой пишем что за процесс почему выбрали все технические характеристики отчет у нас проходит каждый месяц первого числа фотографируем что на вышивали добавляем в в комментарии плюс описание и все продолжаем дальше вышивать вот у меня к сожалению вышелся только один лист вот я пока здесь разбиралась немножко со схемой один лист но на следующий месяц на ноябрь мне нужно вышить два вот таких добавочных листа вверх нужно их обязательно вышить иначе я не буду довольна своей скоростью вот так кастом краус вышивала дальше еще один процесс очень тоже мой любимый но вот почему-то ему в этом месяце время как-то не нашлось я уже жаловалась но я буду исправляться в ноябре месяце и я планирую уделить ему хорошо время мы сейчас говорим о зимних радостях это дизайн фирмы дименшенс в моем случае это сборка от магазина клубок желаний они комплектуют дизайны снятые с производства ниточками из трех палитр гамма дмс и модера по моему да по моему вот эти три палитры они подбирают они прорабатывают схемы вот почему я продолжаю вышивать какие-то наборы сняты с производства вот именно их варианте потому что мне очень нравится как они работают они делают перенабор они схему распечатывают более крупном варианте и значки все хорошо читаются схему то есть они прорабатывают они делают обязательно отшив я даже у них один раз нашла альбом у них есть группа вконтакте нашла альбом где у них есть они показывать все свои отшивы показывают изнанку и девочки не знаю кто конкретно вышивает идеальной изнанкой я конечно была удивлена интименшенс и практически идеальная изнанка может быть не сто процентов но девяносто пять процентов идеальная изнанка конечно да нужно учиться учиться я сейчас понимаю нужно повышать мастерство потому что у меня до идеальной изнанки очень далеко конечно у меня аккуратная изнанка но протяжки у меня я вышиваю я вышиваю полукрестом габелин полукрестом габелин поэтому остаются такие знаете дорожки не контролирую чтобы у меня на изнанке были вот именно все стежки перпендикулярно вертикально вот ну и что по этому процессу хотела я вышить уже моих лошадок а всего повышевал наверно 500 крестиков что-то около того совсем маленькие продвижения я собой не довольна получается красиво поначалу я очень сомневалась что я здесь вышива мне казалось это неправильные есть какие-то ошибки что-то не 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 нравилось я сомневалась и я опять же зашла на сайт девчонкам посмотрела отшив отшив мне очень понравился может быть не какие-то цвета не нравится вот поначалу вышивки какие-то сомнения да мне такое часто бывает но в целом я посмотрела на итог не очень понравилось поэтому я продолжаю смело вышивать и кстати у девочек есть кто у них находится в контакте подписан группе девочки всегда на день рождения делал подарок то есть они предлагают купить набор и равноценный по равноценной стоимости любой другой набор вы можете выбрать себе в подарок то есть получается два набора за одну за одну стоимость вы покупаете ну конечно мне ольга тоже прислала письмо что поздравляем и вы можете выбрать себе при покупке одного набора выбрать второй подарок конечно же я не могла себе отказать в этом я купила себе подарок когда приедет не знаю покажу что потом уже как-то приедет что я себе выбрала то есть два наборчика у меня из этой группы едут это дизайн и дименшинс ну в сборке глубка желаний вот на ноябрь на ноябрь ставлю себе план номер один продвигать очень активный этот процесс я вот так же вышиваю в нашем совместном проекте моя зима нужно спешить кстати девочки спрашивают что вот такой маленький совместный проект всего четыре месяца знаете почему поставила четыре месяца потому что обычно запал вышивать зимний дизайн и у нас могут до февраля до марта максимум обычно до февраля в феврале мы устаем этим нам нужно уже готовиться к весне хочется вышивать цветы и и я поставила до первого февраля но если вы будете чувствовать что вы хотите продолжать вышивать и зимний дизайн и кошек может быть зимний не захотите но кошек захотите продолжать вышивать и будете писать об этом в комментариях в группе мы сделаем мы продлим совместный проект можно зиму завершить феврале может быть довести до конца февраля скотами можно еще дальше на их же тиши я жду ваши и обратной связи если будут голоса конечно же будем прислушиваться и соответственно на будем дальше работать так следующий следующий дизайн которым ну чуть-чуть и тоже повышевала в спе мои любимые коты там наши львы вот такие левушки работа мятая показываю вот так как как могу она в процессе и видите что скоро скоро половина вот такая красота у меня скоро должна получиться вот тоже я собой недовольна я хотела выше больше вот сколько получается и главное что процесс вернулся он вышивается у меня скоро будет половина тоже на ноябрь ставлю себе цель обязательно завершите и то половины довести мою красотку львицу дальше скорее всего пойду вышивать второй какой-то у нас правый угол пойду потом вверх чтобы вышить небо мужик так кругами воду идти и потом уже в конце выше самого льва вот так очень классные цвета сочетание проработка прорисовка прям шикарные льви львы нужно нужно планировать и побыстрее вышивать что-то я с ними как-то задерживаюсь любые мои львы напомню картинка вот такие львы у меня должны получиться получать намного ярче до вы видите дальше что у меня тут еще что еще ага дальше я работаю еще с лентами вот здесь я к сожалению опять же собой недовольна я себе все время ставлю большие планы которые не могу не как реализовать но главный процесс найти вот он начался вот этот процесс я долго к нему шла мысленно я не готова была начать такую масштабную работу ну вот сейчас я приступила и потихонечку продвигается найти я думаю что к концу года я потихонечку все-таки смогу завершить эту работу я так себе надеюсь посмотрите что уже есть как красиво смотрится на бархате ленты мне очень нравится я прям с собой довольна что я додумала заменить основу на бархат вот осталось совсем чуть-чуть чтобы завершить все первый этап выкладку стебелечков и тонких листочков потом у нас пойдут крупные листья и потом уже розы в самом-самом конце боюсь роз но я смотрю видео мастер-классы учусь я думаю что я справлюсь такая красота 70 сантиметров будет работа так что еще что еще только всего главное ничего не забыть не сбиться дальше золотое руно на охоте этот процесс меня в этом месяце удивил потому что у меня вернулась к нему любовь и запал и интересы вот знаете я думаю что в этом месяце в ноябре он нас с вами порадует я за него возьмусь и буду его вышивать потому что так как я говорила унылая трава практически завершена дальше идет фон и идет щенок которого буду вышивать фон вышивается легко щенок по моему тоже легко но я не всю схему изучала но на первом этапе посмотрела что вроде бы легкое расположение значков они как-то грубко идут более удобно будут вышиваться вот то что есть на сегодня как красиво смотрится сюда какие какая хорошая проработка реалистично все очень мне нравится прям не скажешь что это простой набор да вот какая хорошая проработка у золотого руно может быть молодцы все вот я прям настраиваюсь и думаю что позанимаясь этим процессом ноябре надеюсь что до конца года я выше половину вот у меня такие надежды даже скажем так не планы надежды до конца года вышите половину половину у меня вот здесь нужно вышить вот так чуть-чуть немножко на совсем немножко вот и будет уже все красота но потом когда из половины вы понимаете уже процесс он двигается совсем с другим настроением другими темпами половина работы это очень важный серьезный рубеж вот у меня знаете как часто бывает загорелась процессом открою вышлю ну может быть первую тысячу откладываю и он может очень долго лежать вот с этой с этим кусочком надкусанным иногда бывает и полгода и целый год потом я вспоминаю у меня же есть начатыш нужно взять в работу беру оси и начинаю вышивать и вот когда работа доходит до половины тогда уже да я прям серьезно настраиваюсь забывая о всех своих планах и совместников и стараюсь его вышивать вот такая мне история с процессами ну вот чтобы он до половины дошел любой мой дизайн-процесс нужно его же брать в работу хотя бы периодически вот еще один старт который у меня состоялся на это на этой неделе в этом месяце это панна оберег власть могущества знания свобода тридцать и пять на тридцать и пять сантиметров дизайнер наталья молодецкая 147 147 крестиков вышиваются меланжем синий ниточкой и металликом серебряного цвета вот такой красивый дизайн и всем в общем-то известный много раз его вышивали на youtube ничего нового но этот дизайн он мне так нравится у меня не останавливают даже 2000 просмотров отшива этого дизайна все равно мне очень нравится пришелся в теме не хотелось повышевать вот именно повышевать на равномерки на светлой на равномерке меланжем чем-то вот таким вот что-то вот такое вот вот такое вот оно то что у меня получилось мне так нравится у нас пришелся по настроению в тему и я с таким просто кайфом вышиваю этот дизайн не могу вам даже передать все свои эмоции как мне все нравится это все вкусно комфортно взял эту нитку и и вышиваешь быстро быстро раз уже проявляется рисунок и и бэкстич вышивается легко я знаю что он вышивается легко здесь еще нет у меня бэкстича но я знаю что он вышивается легко и я прям жду вот завершить здесь какие-то крестики уже приступить к бэкстичу чтобы рисунок начал подрастать очень-очень-очень мне нравится этот дизайн так что еще у меня тут прям такая куча процессов что я забыла а я забыла еще один дизайн да секундочку так вернулась еще один дизайн который я начала на этой неделе это у нас набор фирмы дименшинс gold коллекция называется мать земля здесь у нас размер работы 41 на 28 сантиметров так дизайнер карл банд я надеюсь я правильно прочитала вот старенький-старенький дизайн очень редко встречается я его ни разу не видела в отшиве и даже на каких-то сайтах с редкими наборами фирмы дименшинс тоже не встречала вот и когда увидела купила мне было очень интересно у меня к сожалению не оригинальный набор а это сборка но с оригинальными нитками джип коллс поэтому у нас будет максимально приближенный результат основа здесь свайгард дау крэй 16к сначала мне показалось 14 почему-то вечером я как-то не рассмотрела но померила потом посчитала да это 16к все правильно и вот такой у меня здесь старт вот такой старт совсем чуть-чуть вот такой старт маленькое пятнышко вышито всего лишь вот что у меня здесь у меня есть проблема со схемой я вам показывала уже рассказывала жаловалась что схема крупная но значки смазаны и если группа значков в одном тоне зеленые но разного разные значки очень тяжело их разобрать рассмотреть что за значок они все сливаются между собой в общем схема здесь ужасная придется вышивать другой то нет схемы найти в интернете эту схему тоже я думаю практически нереально нет этой схемы поэтому придется конечно мучиться но вышивать и данный дизайн я вышиваю в flash mobius оксаны диризой мы вышиваем мир вот поэтому буду стараться вышивать чтобы наши наш позитив распространялся на на всех всем любви и здоровья и счастья самое главное здоровье да и буду вышивать как я уже говорила вот я уже сделала себе разметку разметку с центра буду вышивать и так идти по центру вышивать эту девушку этот дух земли ну а все остальное я буду вышивать уже следующем году потому что конечно очень очень большой сложный дизайн много здесь зверей все звери конечно вышиваются бэк стича частая смена нитки это непростой дизайн вы видите сколько здесь всего буду потихоньку вышивать вот как говорится дорогу в силе предыдущий так ну что я думаю что я вам все показала так смотрю еще на свои процессы я думаю я показала вам все процессы этого месяца вот видите месяц у меня оказался действительно насыщенным много всего так давайте подумаем поговорим о планах на ноябрь месяц ноябрь во первых мне нужно вышивать то что у нас вышивается наших совместных проектах и флеш-мобах это флеш-моб оксаны мы вышиваем мир мать земля дальше два моих совместных проекта моя зима и мои любимые годы 3 это у меня кастом кран с моим дворике я хочу выше там по листа схемы зимней радости хотя бы завершить этот лист схемы склеенные которые у меня есть и в во львах нужно вышить до половины работы это у меня вот такой план минимум что мне нужно вышить ну и хотелось бы мечталось бы вышить миробилию вообще по хорошему нужно организоваться и и завершить потому что планах она у меня есть как бы как миробилия я вообще думала что у меня будет другая миробилия вышиваться но раз я уж это взяла нужно не завершить это у меня будет тогда десятый финиш и розы будут потихоньку вышиваться я думаю в декабре я их смогу завершить были десятый я тогда буду очень очень счастлива в принципе мои планы выполнится не в том составе как я себе планировала но количеством по количеству у меня как раз запланировано примерно 10 работ среди которых одна бисерна она с лентами вот поэтому у меня примерно вот то что я запланировала у меня получится просто у меня получилась некая перестановка с работами по вышивке которые пошли в процесс что-то завершилось что-то нет что-то заменилось в общем по количеству у меня примерно должно получиться но самое главное здесь не потеряться потому что я могу отвлечься на какой-то процесс потерять время и потом естественно сказать что в конце года ну вот вышивала другие процессы они продлинулись но финиш и столько не получилось вот это тоже конечно такой важный момент ну и остальные работы нужно продвигать да задача такая непростая я себе всего много напланировала поначинала не хотела начинать не знаю как у меня так получилось ну раз началась значит началась знаете я раньше себя очень сильно ругала за кучу начатышей и куда и что и все равно лежат вот было настроение начать значит оно надо пусть полежит все равно я к этим дизайнам возвращаюсь и потом их постепенно вышиваю вышивка все равно это какая-то игра это хобби поэтому здесь можно себе и нужно позволять разные больности шалости покупки и все остальное вот тоже думала что все покупать уже ничего не буду все у меня нельзя покупать нельзя но уже покупала просто они еще не пришли покупки вот в магазине глубок желаний сделала покупку купила себе одну шикарную полную девочки сама не знаю как купила просто не представляю не могу понять как у меня рука сама нажалась и я купила пока подержу интригу надеюсь к декабрю придет и если придет декабрю это будет такой очень интересный старт ну а в этом потом да забегая уже сильно вперед что еще всего вот такие мои новости октября спасибо вам мои дорогие за поддержку спасибо за поздравление с днем рождения в контакте спасибо за поддержку в наших совместных проектах спасибо нашим спонсорам девочкам за поддержку и предоставленные подарки и и конечно же за ваши лайки за ваши комментарии за вашу отдачу вашу связь это очень очень важно для нас блогеров на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч конечно же всем пока в воскресный вечер возле акрополя много людей музыка просто хорошая погода а и и и и и